И так, друзья, расскажем о коллаборациях на наших проектах. Сегодня с нами гость... Как тебя зовут? Еще раз. И так, друзья, поговорим о коллаборации. И с кем бы я сделал бы точно коллаборацию, это с гением Розен. Евгения, когда мы уже сделаем свою коллаборацию? А я тебе говорила еще год назад. Да, и все не как я. Давай. Нет, я считаю, что вот как раз, когда появляется возможность что-то сотворить вместе, неважно что, это съемка, или это мастер-класс, или какой-то вообще проект глобальный, это всегда будет что-то новое интересное. Мы часто, кстати, очень крайне редко обращаемся к майкап-артистам. Мы, бывает, очень часто сами что-то творим, да? Ну, без шанса. И пытаемся залезть. И пытаемся залезть. А они на нашу тему вечно резут, а мы в их, понимаешь? Вот, ты что, ты лезешь в эту тему вообще? Бывает. Вот мы точно, нет. Вот точно. Мы благородные. Мы как раз стилистов, потому что... Очень часто я замечала, и долгое время, когда особенно преподавал, даже последние пять лет назад, это была прям очень такая яркая история, что визажисты вечно отымали наш хлеб на съемках. Это как? Это как? А я тебе расскажу, что за последнее время, почему стали все очень образы простые, такие лаконичные, вышла такая вся тяжесть с причесок, потому что майкап артистам было удобнее собрать быстро волосы на съемках, особенно в России, быстро поправить что-то, и все, и типа, уже красивые волосы. Нормально вы крайник нашли. Нет, правда, даже, мне кажется, вот вы сейчас нашли двух визажистов, которые вот точно вообще не из-за этой демки всегда работают с полной командой, чтобы это прикматить. Ты поняла, в следующий раз мы делаем коллаборацию, с вами именно этих девчонок. С нами обязательно вообще. Собрали самые тратурлевые люди, это мы. Евгения. Да. Расскажи немножечко о себе, и плюс, как ты живешь вообще? В этом ритме. Почему ты опоздала на два часа на съемку? Может быть, это, кстати говоря, тоже в тренде? Нет, я думаю, что опаздывать это никогда, мне кажется. Тренд? Ну, работа, работа. Как всегда, ритм, ритм, здесь и там. Потому что мы вечно задерживаемся, мне кажется, майкап артисты так не задерживаются. Ты опаздываешь вообще-то? Потому что у вас нет непредсказуемых историй. Но у нас все-таки и работа не такая долгая, потому что все эти окрашивания. Мы сделали майкап, ну, максимум два часа, да, и уехали спокойно домой. А у нас бывает, что-то пошло не так. Этот цвет не тот, оттенок не тот. Шел 18-й час работы, да. Риво. А потом подругу привела еще, сестру. Еще семью надо постричить. И ты такая, вот, слава, пристала. Вот поэтому она сама поздала. Отдела клиентов. Евгения. Ты вообще представляешь коллаборацию с нейл-дизайном и коллаборацию с барберами? Легко. Они многие думают, кстати, я думаю, что мы мужиков не стрижем. И не красим. Но мы это делаем. У меня всю жизнь я унисекс. Я. Я обожаю, как и мужские образы. Может быть, я не стригу постоянно мужские стрижки. Да, но мне нравится создавать какие-то инстрижки. Я даже унисекс хочу тебя поцеловать. Можно? Вот унисекс. А по поводу, кстати говоря, нейл-мастеров. Вот представьте, например, коллаборацию с нейл-мастерами, да? Кстати, я об этом даже не думала. Я уже вижу ногти, глаза. Вот здесь вот ногти. Многое серии вот того, что как раз у нас Оксаны. Опять их история. Опять история майкап-артистов. Слушайте, ребята, мы не угадали. На самом деле, мне кажется, все в бьюти, крупная бьюти-съемка, это всегда. Без волос, да, волос. Да давайте будем честными. Вообще, в принципе, коллаборации вообще не может быть истории, в принципе, без майкапа. Без ногтей, без прически и без одежды. Ну, хотя бы мощно, но удобные могут быть, знаешь? Нет, 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 одежда тоже по стилистике очень важна. Вообще-то, вот эта история, я, наверное, лет 7 назад, когда меня пригласили в такой достаточно серьезный проект, чемпионаты мира, это, господи, вылетел из головы. В общем, там идея такая, что команды от страны показывают хайр-стилист, визажист, модель и дизайнер одежды. То есть, от России, например, от России я собирала свою команду, сборную, которую мы представляем. То есть, так называемые хуфы. Вот это опять же идет комборация. И у многих была как бы нестыковка. Как это так, я доверюсь там макияж делать, как я не хочу, а как хочет визажист. Ну, обычно мы же видим образ и создаем его, как мы его видим. И редко, когда доверяем, что это дело, как ты это видишь. А сейчас тенденция идет, когда на самом деле стилист режет, а колорист создает свет. Совершенно верно. Понимаешь? И вот как раз вот все идет к тому, что нужно и ногти, и мейк, и одежда. Особенно для девчонок, они этого точно никогда не знали, что я первые годы своей карьеры, лет 10, делал мейкап. Я тоже очень красиво. Я ненавидел делать мейкап. Просто ненавижу его, ненавижу вообще лицо. И даже многие мне гости говорили, мы называем клиентов гостей, они говорили, не больно там, ты там не так что-то еще. Но есть часть людей, которые говорят, делаешь такую коррекцию, именно коррекцию, что так правильно там заводишь этот тон. А ты учился? Нет, никогда. Потому что правильно, моя тема в принципе, она в оттенках и в понимании, как все в цвете. Но видишь, я сам не хотел, меня прям хотел, я на всех конкурсах сам делал мейкап. Я считаю, что я всегда делал драг-квинов, мне казалось, что у меня у всех глаза огромные, вечно вот так все вытягивал. У меня проходила эту историю, это не моя самая любимая история. Но почему я пытался все за себя захватить? Потому что, мне кажется, я из маленького города, и я не мог найти сразу профессиональную команду. Я сам шил одежду, сам делал мейкап, сам причесывал, благо, что сам модели еще не был, понимаешь? У тебя вот был, хотя бы был. Хотя бы был, хотя бы был. Но это как раз и тоже один из моментов таких, потому что собрать команду, это тоже время. Или просто не встретил своего партнера, вот как раз таки, который так же... По жизни нет, по жизни нет, по сексуальному. А, ты знаешь, и то, и другое. А бывает такой роман, бывает роман. Как коллаборация, и роман запутился у всех четверых. Вместе одновременно. Гениально. Нет, все может быть. Конечно. Все может быть. Вот мы с тобой познакомились на проекте. Но у нас не было с тобой такого ничего. Но у нас с тобой любовь с первого взгляда. Но многие могли подумать. Да. А у вас? А у нас любовь. Не сможете поцеловаться? Не, Маш, я тебе очень... Ну а что, у нас такая профессия. Она шурупная. У нас был с тобой прямой эфир, и мы играли какую-то игру, когда я задавала тебе несколько вопросов. Да. Хочу сейчас вспомнить, почему в голову не приходит, понимаешь? Что ты задавал? А можно я вопрос вообще-то задаю всем, на самом деле? Что все-таки самое важное в образе для тебя? Макияж, волосы, ногти, одежда. Все, в целом, я как раз таки и топлю все годы. Вот хитрая, да? То есть никак я могу вывести на этот момент. А у меня вкус называется дизайнер волос. То есть не просто стилист, парикмахер. Но все-таки волос. Дизайнер, ну да, это как бы все равно. Но я как раз таки учу видеть образ в целом, а не видеть только волосы. Ты смотришь на физиогномику, да, то есть на данные, которые есть, на состояние волос, проверяешь, прощупываешь. Пробуешь. Пробуешь. И потом ВКонтакте, как с тобой человек говорит, это же характер, это психология. То есть и знание вот этих всех моментов, они как раз дают некий такой ориентир, что нужно для этого клиента. В создании. У нас это тоже есть. Я не знаю, что студенты. Я говорю, что если вы там работаете, у нас коллаборации поневоле возникают. Потому что визажисты, которые не делают волосы, сейчас модно, чтобы визажист умел делать волосы. Там какие-то самые простые или сложные укладки, неважно. Но те, например, визажисты, которые занимаются только макияжем, вот я. Мне кажется, это не мода. Это на самом деле просто заказчик любит сэкономить. Любит, любит. И поэтому ему удобнее, чтобы был один человек. А еще та история, когда чем больше людей на площадке, плюс еще цена за человека. Мне кажется, заказчики, кто особенно рекламу, что-то пытаются найти, тогда иди сразу визажиста хорошего. А волосы мы как бы оставим на второй план. Сейчас ищут визажиста, который умеет еще и работать с волосами. По крайней мере, всегда. Ну, закрывается сразу все. А вы с волосами работаете. Но мне кажется, что... Правда, я видела людей, которые делают одинаково хорошо и макияжи, и работают с волосами. Таких людей немного, я их называю ручными мечами. Они есть, их не много. Мне кажется, это вообще единицы какие-то. Единицы. Потому что это крайне редко. Ну, в большинстве случаев человек, либо сначала визажист, а потом довестности... У меня такое ощущение, что все мои компартисты умеют сродивать волосы. Я тоже считаю, что они все... Давай, давай, сейчас мы сделаем слово так. Давай. Они не умеют. Слава богу. Слава богу. Нас хоть эти не могут. Да, у нас остается. Да. Вообще, самая интересная, мне кажется, коллаборация с барберами, это так, что у них очень много мужиков. Мы за. Вообще, сразу. Все хороши, самое лучшее. Я думаю, что с их стороны они пригонят просто вагон мужиков. Барберы. Я предлагаю, что даже можем... Девчонки их накрасят, парни, раздеть их. Сделать заодно красивую еще блестящую кожу сразу. Девчонку. Ну, ты тоже можешь помазать, если захочешь. Да. А мы с тобой делаем массажи волос кожи головы и начинаем просто сразу красить их. Все. Это шикарная. Мы уже решили заколлаборацию с барберами, я считаю. Надо только поговорить с Катей и Сашей, и они нам помогут, я думаю. Шмот остался. Шмот. Но предлагаю без шмоток. Голоми. Голоми, конечно. Сейчас вообще унисекс такой в одежде. Большие эти размеры. Всех вот. Размеры чего? Всего. Сейчас всего, понимаешь? Не сбивайтесь. Я думаю, что все-таки, наверное, мейкап и волосы, они очень близки, да? Маникюр я крайне редко вижу на площадке, чтобы был мастер маникюра. Ну, а барбера я точно никогда не видел на стомке или на брыльце. Почему? Потому что рассчитывают на меня, что я подстригу парня. Вот мне интересно, а если бы я не стриг парней, не стриг парней, чтобы я делал? Чтобы ты делал. Потому что на сегодняшний день, в принципе, эта тема есть. Один красит, один стрижет, один чешет. Нет. Один еще что-то делает. Что бы ты делала? Чтобы я делала? Тирас Барбера на съемке. Нет. И я нет. Нет. Надо сделать. Надо сделать. Во-первых, опять же, они придут к мужу, а мне как по еду. Ну, мы уже, вот, у нас, видишь, все время я в одно, в одна коллаборация. В одно. Я не вижу другого. Потому что, если, вон он стоит, давай у него спросим. Да. У нас будет возможность с ним поболтать, да? Поэтому мы, я думаю, что мы этот вопрос решим с Барбером. Прямо спросим у него. Что бы делать в этой ситуации? Давай про маникюр поговорим. Давай. Да, давайте. А у меня нет маникюр. Я хочу, кстати, на мероприятии сделать очень красивые ногти. Записаться, наверное, как Саня, чтобы она мне сделала настоящий крутой мейк. Мужской маникюр. Маникюр мужской. Мейк ей сам себе сделаю. Мы ухожем надо всегда тонировать самые темные пудры. Я прав? Нет. Нет. А какой? Не очень темный. Как сделать нам пришло? Так, не удалось мне на халяву проскочить про пудру. Подожди, подожди, подожди. Ну, Оксана еще есть, у меня там как раз про ногти. Так, ну про ногти. В общем, я хочу сделать чем-то классные ногти на мероприятии. Добрые ногти. И даже то, что у нас пройдет все онлайн, я все равно смогу засветить свои ногти через экран. Наши руки. Девчонки, вы же уже участвовали на мероприятии Трэнсу Бьюти. Расскажите вообще свои эмоции на прошедшие... Ты сколько раз была? Три. Два. Два. А, сейчас бы три. Тебя я один раз видел. Как и я, в принципе, один раз ты была. Ну, как вообще вся эта история? Ну, у меня, например, любовь с первого взгляда была... Тебе платили организаторы, потому что ты так говорила? Нет. Нет, мне платили другими. Мне было очень приятно получить приглашение выступить в качестве спикера. Я выбрала себе тему. Я красила взрослую женщину, потому что мне хотелось отстроиться от всех остальных. Все уже 10 раз видели, как работают с молодыми моделями. И красивые глаза, и тейпы, и как-то все это уже было. Поэтому я, например, брала себе тему интересную. Что красота, она не зависит от возраста. И поэтому у меня даже выступление называлось, да, Age of Beauty. То есть возраст красоты, и я работала с возрастной моделью. Я помню, что это волосы... Да, 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 да. Это была потрясающая модель, потрясающий вообще макияж, и там образ был просто невероятно красивый, действительно. Спасибо большое. Я помню. Мы готовились, и я думала, как это показать. И мне очень понравилось, что вокруг меня во время выступления стало много людей, просто потому что это было нестандартно, неинтересно. Потому что там не было ни профессионала, там все, кто красил, умели красить. Все, кто делал тушевки, умели тушевать, и стрелки выводить, и стразы глить. Там, ну, плохого-то не было. Поэтому... Ну, мне кажется, на самом деле, чем еще интересно, да, все-таки эта история, что она все-таки рассчитана на онлайн-историю, что ты показываешь зрителю, который смотрит, не прямо находился с нами. По сути, можно не рассчитывать на тех людей, которые к нам пришли. Да, их было много. У меня тоже было много людей. Первый раз было немного, но было для меня, например, таким странным опытом. Пандемия была. Это начало, да. Нет, первое не было. Первое не было. Первое не было. Первое не было. Да, да, да. И не было музыки, было очень камерно, очень спокойно, при этом уютно. Но вот не хватало того понимания, что это другой вообще формат этого мероприятия. Что ты не просто показываешь мастер-класс, тебе нужно быстро, в тот момент, когда камера к тебе подходит, вкусно, интересно рассказать какие-то моменты. Чтобы люди, которые видели через онлайн-трансляцию, ну, были, по крайней мере, как минимум, да, ну, столько народу показывали. Ну, чтобы было тоже интересно. Интересно, чтобы они получали информацию, которую они хоть как-то соберут. Они просто посмотрели, как ты умеешь стричь. Кому это надо? Это неинтересно. Ну, мне кажется, интересно большинству, особенно молодых специалистов, наоборот, интересно. Что, наоборот, интересно? Посмотреть даже, как ты говоришь, какие-то фишки для профессионалов. Так я и говорю, что круто, что каждый мастер должен, за короткое время, 10 минут, да, подходит с камеры, и за 10 минут ты должен показать прям, ну, фишку какую-то. Оператор ходил, у каждого стенда буквально по 10-15 минут, и вот так вот по кругу. Вот в чем дело. То есть не было, что с тобой стоять, и там тебе в течение часа... Мне казалось, что со мной в течение часа стояли все. Да, на втором было так. На втором уже было по-другому. Была музыка, и уже... Было более лучшее время. Да. Не, ну, я... А у нас же в периодически теперь вообще просто бомба. Да. Да, над всем будет стоять. Здесь снимать сверху, снизу, сбоку. Ну, мы каждый раз улучшаем, улучшаем, и сейчас уже получаем формат, который действительно достойный внимания уже прям вот полностью, да, все, не только бьюти-индустрии, прямо скажем, но и бьюти-индустрии, которая... Слушай, ну, в этом году, кстати, всего, сколько спикеров, да, у нас огромное количество, 105 спикеров. Плюс у нас, я так понимаю, 5 шоу маленьких, которые ты, во время того, что ты преподаешь, у тебя еще будет маленькое, маленькое шоу. Я не знаю, насколько, я просто еще не для конца понимаю, в Майкоп-Антисе тоже нет таких историй. Мы можем их привлечь в коллаборацию, в наши проекты. В коллаборацию сделать как раз-таки. Это вот крутая идея. Да. И еще у нас премия, еще у нас куча всяких интересных событий. Потому что на самом деле, я думаю, хвастаться сейчас. Нет, не хвастаться. На самом деле, не хвастаться. Но мне не хватает, кстати, очень, мне не хватает работ майкоп-артистов. Тем более тема такая классная, рок, можно столько всего выложить. Я уверен, что у каждого майкоп-артиста есть 100 пудов по 5-10 фоток в стиле рок. Нужно просто выложить фотографию, и ты уже участник. Все. Вообще ерунда. Ну, согласен. И, к сожалению, очень обидно, что очень мало работ у майкоп-артистов. Мне кажется, что даже нейл больше работ, чем у майкопа. Но вообще за барберов и за парикмахеров я вообще очень гордый за них прям вообще. Потому что очень много работ для барберов. А самое сейчас высокое количество работ – это коммерческий стайлинг. Почти 200 работ. Вау! Точка у нас. В том идет, что самое интересное, цветные волосы. На втором месте они идут, у них порядка 130 работ. И потом идет бронт. Причем теплый, не холодный, как все любят. В России холодный бронт. А любят теплый бронт, как у тебя сейчас волосы. У них почти 120-115 работ. Возможно, в дальнейшем у нас будет отдельный еще арт-директор, который будет заниматься только брейдом. Потому что там у них вообще целый мир. И они, конечно, заполнили весь наш… Как сказать правильно? Просто мы их укладываем, их работы, которые у нас замечают, и их просто одни брейды, 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 брейды. И целый мир. Так что они тоже с нами, это очень круто. Круто. Вот. И вообще, мы много чего интересного готовим на будущее. Я думаю, нам всем будет очень интересно работать в дальнейшем, создавать что-то новое и интересное. Очень надо, да? Да нет, подожди. Подожди, подожди. Сейчас мы с ребятами кричем. Дайте там с пляжистрами тоже обсудить. И с мейкапом. Просто тут ты говоришь больше всего. Ты не даешь, чтобы сказать. Я готов помолчать. Не можно просто так «Запнись». Нет, можно задать вопрос, когда какой-то. Не помолчу. Ты просто задаешь, и сам на него отвечаешь. Да. Я что, видела, что я все знаю? Мне это не нужно для «Колобораза». Так, ну какой-то еще вопрос надо. Давайте так, кстати. Я на ней заканчиваю. Скажу такую историю, потому что у меня есть в команде «Майкап Артист». И даже два. Но на самом деле, даже когда мы работаем, и парикмахер просто работаем, делаем какую-то работу, сейчас, в принципе, все фотографируют свои работы. У всех уже есть кольцевая лампа, все понятно и прекрасно. Но когда ты заканчиваешь работу свою, не знаю, в два утра, в три ночи, какой «Майкап Артист» рядом? «Фейсап» – мой друг. Грустно, что так. Особенно, когда я, знаешь, в какой-нибудь съемке прихожу, и «Майкап Артист» тоже работал на ней, и я опять вставляю «Фейсап». Я виноват, что у меня свой вкус. Я обожаю слишком красивые «Майкап Артист». То, что я сделала, я захотела еще красивее. Достаточно ненависти, друзья, пора переходить. У меня нет ненависти просто к тому, что я говорю, я очень часто пользуюсь «Фейсапом», потому что, к сожалению, это время еще плюсы нашей работы. А потом говорят, понимаешь, что у нас у нас что-то не того, да? Нет, но если делать какие-то проекты, наоборот, всегда очень нужна помощь какая-то классная, чтобы сделать… Я на самом деле, девчонки, честно сейчас, у меня есть два классных парня, с кем я хочу снять драгов. Но я не могу, я нашел пять-шесть человек, объяснился, согласились, а потом они так, поддержите меня кто-нибудь, ты подожди, ты их зовешь, понимаешь? Ты их зовешь в три ночи, и что сразу? Саша, блин, у нас чуток «Майкап Артист» Обещание по «Фейсапам». Саша, ты знаешь, что «Фейсап» не работает на афрокожую? Да ты что? Представляешь? Я своего друга пробовал след, а он вообще его просто уродит. Никакого «Фейсапа» не надо делать. Слушай, я визажист, я вообще не знаю, что по «Фейсапе», я не знаю, что он где делает там, и что там, где не работает, честно. Правда? «Фейсап» я не знаю. Через 40 минут мы услышим друг от других поработать. Я не знаю. Так, как все… «Коллаборация»… «Коллаборация», чтобы Лёня показала, что же такое «Фейсап»? Нет. Я считаю, вам нужно, наоборот, помочь мне и дать какого-нибудь связи человека, который поможет мне сделать двух классных драгов. То есть, как бы, коллаборация – это в том, чтобы все помогли тебе найти… Да, мне нужно это очень, чтобы сделать красивые образы. Но вам тоже подходит интересным опытом поработать. Самое. Я считаю, что сто процентов. Я с вас не слезу. Хочу просить вас помощи. По трех ночи, да? Да. Пока мы парик начешем, пока приклеим, пока все сделаем. А потом в три часа ночи и «Фейсап». Нет, там «Фейсап» не поможет. То есть, ты понимаешь, да, на что он сейчас вообще нас зазывает? Кстати, а как вы относитесь вообще к драг-культуре и к мейкапам этим? Ну, это… Отдельное направление. Я всегда говорю, что когда меня спрашивают там… Я говорю, мужчины, которые умеют красться сами, красят себя лучше, чем украсть визажист. Они это делали не один десяток лет. И вся эта история с плотными тонами, с культурированием, с яркими глазами, откуда вы думаете, взялась. Это не баба придурья. Это очень даже драг-культура придурья. Слушай, но все-таки, все-таки, это вот эту культуру и этот мейк – если человек правильно, который делает сам себе мейк, то человек должен делать его себе все-таки сам. Это человек, который внутри этой культуры находится. Да. То есть, обратиться к мейкап-артисту, чтобы он сделал… Он не сделает того, что нужно. И сделать то, что нужно. То есть, обращаться нужно именно к «Фейсап». Если мейкап-артист специализируется на этом, конечно, он сделает. Если мейкап-артист – это как у вас. Знаете, если кто-то красит волосы, не обязательно он подстрижет. Правильно? То же самое. Там бежит для всех, кто умеет это делать. Тебе не нужно много. Значит, ты неправильно ищу. Не туда просто. Не туда. Не там ищу. Ну что, дорогие друзья, мы представители мейкап-сцены с вами прощаемся. Сафи, скажи всем пока. Барберы в студию! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!